Жители дома номер 7 по улице Шостака обратились в прокуратуру Севастополя из-за выброса канализационного коллектора. Они утверждают, что в конце июня после сильного дождя недалеко от жилых домов образовалось небольшое болото размером примерно 3 на 10 метров. Вскоре вода приобрела коричневый цвет, а неприятный запах ощущался прямо у домов. Севастопольцы утверждают, что водоканал не занялся устранением проблемы. 20 августа Виктор Торбинский обратился в прокуратуру, после чего 26 августа его письмо перенаправили в межрайонную природоохранную прокуратуру. За эти 6 дней, хотя я просил оперативного вмешательства в эту ситуацию, никаких подвижек не произошло. И в результате 26-го был осуществлен прорыв тремя промоинами этого болота с фекалиями в бухту. И бухта была до понтона и дальше даже метров на 10 окрашена коричневым цветом с запахом канализационных стоков. В итоге Виктор Торбинский обратился в Севастопольское отделение Общероссийского народного фронта. 28 августа сопредседатель регионального штаба Владимир Немцев совместно с представителем департамента сельского хозяйства встретились с обеспокоенными жителями. На место проверки вызвали аварийную службу водоканала. В карантинной бухте сейчас ситуация угрожающая. Можно сказать, что карантинную бухту надо закрывать на карантин. Сейчас, потому что, видимо, из-за прорыва канализационной системы, нечистоты выливаются прямо в бухту, но оттуда идут в море. Необходимо срочно перекрыть выброс нечистот именно попадания в бухту. И, конечно, нужно проводить срочные мероприятия по обеззараживанию. По словам представителей Севастопольского водоканала в сети водоотведения в районе карантинной бухты произошла аварийная ситуация, причиной которой стал заваленный камнями смотровой колодец. Сотрудники предприятия утверждают, что в кратчайшие сроки утечка была устранена.